Посёлок в степи Итак, ничего тут никогда не росло Но когда появились дома вместо тех развалюшек и тех хибар из опилок и досок Когда появились более-менее высокие дома, появились заборы Здесь появился ещё один маленький центр рексадоводства И вот здесь посреди голой степи продуваемой Растут очень много ценных плодовых деревьев Включая абрикосы роскошные, сливы, яблоки до полукилограмма Сливы до 80 граммов Ну, вы же догадываетесь, чья это работа Наверное, половину нет У нас, ребят, тут много, человек пять таких Наверное, пятая часть тут моего Да и у других ребят есть очень много не хуже саженцев, а значит и прекрасно выросших из них деревьев Вот вам пример чего, объясняю Это пример переделки природы Вот, я не знаю, за что Мичурина проклинали за её фразу Не надо ждать милости от природы Надо, что там дальше-то было Как-то повлиять на неё или переделать Вот она переделка Не знаю, Мичурина был прав Вот здесь голая степь, страшные ветра Вот, и здесь за домами получается искусственный микроклимат Дома греют Вот, удачное расположение, когда с северной стороны дом или ограда высокая А с южной стороны солнышко, вот она утренняя, в обед она вон там И как раз он цепёк И вот чудеса произошли Вот там дальше Енисей, отсюда, ну, где-то с километра Но он сюда не достаёт от его дыхания Тем более, что обычно сквознячок-то туда, в сторону гор дует Вот, ну, что вам сказать, друзья мои Не надо ждать милости от природы Дело в том, что сказки о том, что вот здесь у нас никогда ничего расти не будет Они должны остаться сказками Здесь даже есть клоун, который всё-таки позволяет чуть меньше иметь и уровень снега Который может сгноить штамбы Вот, и меньше, раз здесь склон, меньше луж образуется весной Вот И пусть вот этот маленький сюжет вселяет в вас надежду Я вас очень прошу Не верьте сказкам, что в России ничего жить не может Просто нужно правильно посадить семечко, не заглубляя Посадить на небольшой бугорок, хотя бы небольшой саженец Вот, не закопать корневую шейку Посадить так же, как выкопали В те же стороны света глядел Ветка южная на юг, ветка северная на север Уже на новом месте Вот, сильно искалечить То есть обрезать сильно-сильно при посадке И больше не подходить к нему никогда Потому что это, когда вы будете дальше делать обрезку Подчиняясь дебильным советам А их имя миллион Этих советов Как убирать лишние ветки Вот Это то же самое, что вам самим Вот, допустим Разделывателю коровьих туш поручить К примеру Вырезать вам аппендицит Отдадите себе в руки? А? Вот так вот, друзья мои Как просто вырастить деревья, если бы вы знали Как все это только окутано страшными предрассудками Ну вот вам один из них мы с вами расстались Голая степь Галимая Попробовали, тут не растут Даже, еще раз повторяю Здесь не растут даже деревья Не считая тех вдоль дорог Искусственной посадки Вот Тополя А вот сама степь Голая, голая Продуваемая Ничего не растет Никакого самосева Ничего, видите? Ничего Несмотря на то, что здесь нет покосов Здесь нет скотины Здесь нет ни коровьих этих Самых Стад Здесь нет отароведчик Ничего нет Не растет Вот А вы знаете же, здесь вот такая почва Вот такая почва Везде, где копают люди Вон, видите? Сейчас я вам приближу Уже туда не пойду Вот, например, кучка небольшая Да? Вот, видите? Это не то, что кто-то сюда гравий привез Это стоит копнуть Вот так она и есть И вот на этой почве С небольшим количеством Привезенной со стороны земли Человек сотворил чудо Понимаете? Чудо Настоящее чудо Здесь растут Лучшие в России И в Европе сорта Вот Еще когда-нибудь буду жив Осенью, если Надеюсь, что буду Чувствовать себя превосходно Специально объезд сделаю Вот этого поселка Не в поселке Майне Где все располагает К этому Или поселок Черемышка Где просятся Даже уже Неукрытые черешни персики Просятся Вот И даже есть Вот, понимаете? А вот здесь Где невыносимейшие условия Где страшные условия Невозможно придумать Почва сплошной гравий Ветер гуляет Всегда оттуда С запада идет Вдоль вот этих гор Вон они, горы Я вам показываю Вот они, вот они Вот Всегда в этом направлении Ветер Голая степь Голая, голая Вот Если на ней Видите? Если на ней Где-то выросла сосна Вот она То она одна и выросла Все А люди здесь выращивают Наши подачи Несколько Сайногорских садоводов Уником я их называю Давайте так Сказал А, говорю Б Тоторов Володя Владимир Александрович Ой, Филиппи Владимир Викторович Вот Лапин Александр, мой друг Земляк С Украины, кстати Вот Федоренко Ой, какие у нас тут Замечательные ребята И вот благодаря им Здесь растут сорта Я их называю Сортами Здесь Еще раз говорю Я уже как бы заклинаю Место Невыносимейшее Где ничего расти не может Вот он Создан микроклимат И оказывается Все мы можем растить Вот так